Приветствую вас! Вы знаете, вот... Есть в психологии, в психологической теории, такой термин, который называется «игра». Психологическая игра. Это когда, вроде бы, добиваешься того, чего хочешь, но какими-то, знаете, обходными путями, непонятными, непонятными путями. И по итогу, вроде бы, и выкрасть имеешь, но в то же время и нет. И вот то, что делаете вы, вот, вот, ваше слово, которое вы используете, любовная аддикция, вот, это, по сути, самообман. Почему самообман? По какой причине самообман? Дело в том, дело в том, что вещи, вот, именно вещи, именно вещи, нужно называть своими именами, в первую очередь, да? То есть, признать наличием, ну, какой-то, например, проблемы, какой-то ситуации, нежелательной. вот, и так далее. Ну, первонаперно, первонаперно, да? Вот. А, назвать вещи своими именами, значит, признать факт наличия у себя определенной проблемы, да? Вот. А вы используете термин, вы используете термин. А, значит, вы прячетесь за этот термин. Вы прячетесь за него. А это значит только, лишь, что проблема, которая есть у вас, она еще до конца вами не принята. Ну, или, или, или не принята, как хотите называйте это. То есть, вы уже сейчас понимаете, вы понимаете, что значит, зависимы, но вы по-прежнему не готовы это признать. Вот. Не готовы назвать вещи своими именами. Это защитная реакция идет у вас. Ну, вот. То, что вы называете аддикции. Зависимость, любовная зависимость, да, это явление, которое в принципе, именно в принципе, не является самостоятельной. самостоятельной. Зависимость это явление, любовная зависимость. Это явление, которое появляется в результате определенных проблем, противоречий, сложностей, страхов, комплексов, переживаний, травм иногда. Иногда интроэктов. то есть это интроэкты, это определенные понятия убеждений, установки, взгляда, которые были приняты человеком, в данном случае вами. полностью, целиком, без какой-либо фильтрации. То есть по сути это не отфильтрованное знание. Вот что такое интроэктов. для начала для начала вам нужно отделить зависимость как следствие. Ну в принципе вам правильно мои коллеги сказали, да, что зависимость это следствие следствия. Это не сам симптом, не сама симптоматика. Это именно следствие определенных проблем. Так вот, следствие каких проблем? Вот что нас интересует. Значит, зависимость это следствие первое заниженной самооценки. Второе страха остаться в одиночестве, непринятие себя, то есть представление о себе достаточно негативное. Вот. Отсутствие собственной значимости. То есть человек не чувствует, что он что то, что он делает, то, что он предпринимает, что те усилия, которые человеком предпринимаются, они что-то значит. По сути, зависимость это замещение. это замещение своих желаний другими. Это замещение своих потребностей потребностями других людей. следствие, как правило, как правило, это следствие того, что в семье вам приходилось либо занимать чрезвычайно низкую ступень в иерархии, либо чрезвычайно неоправданно высокую ступень. Вот. Ну, как правило, как правило, больше низкую, как правило. Как правило, люди понимают в большей степени низкую ступень, нежели чем высокую. достать эта привычка в глубь, по крайней мере, в глубине души. Вот. Превозносить других людей. Превозносить других и обесценивать себя. Да? вот. То есть, как вы можете видеть, зависимость это вследствие наличия ряда структурных проблем, как я это называю. Ну, или, может быть, лучше сказать, системных проблем. Да? Вот. Что, по сути, одно и то же. И системные проблемы, системные проблемы всегда связаны с восприятием. восприятием человека самого себя. То есть, это ответ на вопрос, как я вижу себя. Это ответ на вопрос, какой я вижу себя. что для меня важно, какие у меня цели. Это ответ на все эти вопросы. вопрос. И именно с этими моментами в первую очередь и нужно работать. Работать. Как работать? заниженная самооценка появляется в результате неверно усвоенных понятий. В результате без контрольного, скажем так, принятия родительской позиции. И соответственно работа именно с родительскими установками, родительскими голосами в вашем сознании, если угодно. Один из методов. это вот в части восприятия себя. В части того, как вы можете видеть себя, как вы можете воспринимать себя, как вы можете чувствовать себя и так далее. Здесь структурный анализ занимает пожалуй самое главное место. Структурный анализ является подразделением транзактного анализа, ну то есть основной частью транзактного анализа. Вот. И проводится естественно под присмотром специалистов. то есть вообще все манипуляции все действия производятся под присмотром специалистов. Это очень важно, потому что самостоятельно вы себе лишь можете только навредить. Вот. потому что это то, что вам как правило как правило не оставляет. Вот. Дальше. Дальше. Далее за анализом структурным идет более уже такой приближенный к реальности вид работы который можно назвать работа с потребностной сферой. Или или когнитивный аспект. Работа с потребностной сферой это то, что вы в принципе сами можете сделать. то есть то есть смотрите например в интернете пирамиду по премности по маслу допустим ну автор автор пирамиды по премности абрахам маслов вот и значит вырабатываете для себя стратегии того как бы вы могли свои вот эти вот потребности все которые у вас есть да как бы вы могли их реализовать как вы могли их удовлетворить какие для этого нужно предменять шаги действия деятельность какую для этого нужно организовать вот это то что вы можете сделать в принципе все 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 здесь правда тоже может потребоваться помощь потому что не всегда человек эм как-то вот качественно качественно эм комфортно быстро эм эм выходит из эм своего привычного состояния эм выходит эм не всегда человек легко к сожалению эм меняет меняет свою модель поведения вот иногда это происходит достаточно эм тяжело достаточно эм болезненно вот долго и в общем-то с огромным трудом но если вы справитесь с этим это то что мы все сделали вот эм то я полагаю что ну вся эта работа вы сделаете дальше как я надеюсь вы понимаете что озвученные мной ранее проблемы свидетельствуют также и о том что у вас есть эм проблема с женской моделью поведения как таковой ну потому что иначе мужчина которого вы выбрали да он а а никогда бы не ушел на пласть да и а всегда был бы был бы с вами вот ну как правило вот а вот это надеюсь понятно дальше следующий момент а модель женского поведения предполагает эм наличие эталона эм этого самого женского поведения и следование ему а также предполагает эм обязательное наличие эм соответствующей модели мужского поведения и вот это тоже то что вы можете сделать сами то есть посмотреть например например какая вы женщина что вы из себя представляете как женщина а что вы там грубо говоря можете предложить мужчине как женщина ну то есть грубо говоря это ответ на вопрос эм почему мужчина должен быть свадом именно свадом и какой мужчина должен быть свадом вот это то что вы в принципе можете сделать эм как я уже и сказал самостоятельно самостоятельно дальше эм следующий момент касается того эм для чего вам отношения вообще в принципе то есть вот вы эм вступаете в отношениях вы эм значит их ну их начинаете да а зачем чтобы что какое место отношения занимает эм вашей скажем так ну цепочки иерархии эм всего остального вот это а тоже обязательно изучить ибо эм чрезмерное значение отношений для человека означает что эм другие аспекты другие сферы такие как например эм эм такие как например развития такие как например например эм значит эм выполнение социальных ролей определенного рода все это не выполняется и человек как бы как бы пробуксовывает эм испытывая опять же эм чрезмерную зависимость от этих самых отношений потому что они для такого человека посмотрите единственный способ реализоваться единственный способ ну как-то вот эм почувствовать себя лучше почувствовать почувствовать себя качественно эм по-другому вот понимаете какая история и вот здесь то чем вы занимаетесь насколько вы успешны насколько вы реализованы насколько вам грубо говоря интересно может быть эм то что вы делаете тоже но вполне себе эм эм можно эм эм подредактировать подкорректировать вам самой то есть сложность эм в этом гораздо меньше меньше сложность только эм в самых первых аспектах вот эм сложность только вот эм в самых первых моментах. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот то, что можно вам порекомендовать. Вообще, зависимость это довольно серьезно и как с алкогольных, например, зависимостью. Как с наркотической зависимостью. Люди не борются самостоятельно, так и с любовной зависимостью бороться самостоятельно лучше не надо. Потому что сама ваша постановка вопроса, что я хочу справиться с любовной зависимостью, справиться с ней уже не верна. Потому что справляться значит подавлять, подавлять значит принижать, принижать значит обесценивать, а обесценивать значит не реализовывать. И круг замкнулся. По сути дел. Ну, я надеюсь, что вы за моей мыслью следите. Надеюсь, что вы за моей мыслью следите. Круг замкнулся. Вот. И по сути дело, по сути дело, ну, в общем-то ситуация не будет меняться. Даже если вы какие-то симптомы уберете, да, в зависимости, там, например, ну, может быть, перестаньте думать о мужчине, да, или что-то еще. Даже если вы сделаете так, все равно ваши первоначальные обстоятельства, которые привели к тому, что у вас образовалась зависимость, они все равно будут иметь место быть, и просто они могут проявиться в самый неожиданный, как правило, для вас самый-самый неожиданный момент. Вот. А если у вас нет средств, например, чтобы, ну, чтобы оплачивать услуги психологов или психотерапевтов, вот, то, конечно, вам все не, вот, но даже в этом случае вы можете обратиться в психологический центр, который, скорее всего, бесплатно вам поможет. Именно бесплатно поможет решить проблему. Ну, по крайней мере, самую ее такую, такую, это, насущную часть, самую насущную часть. А дальше уже вы можете как-то сами что-то сделать. Вот. Бороться, еще раз повторяю, бороться ни с чем, ни с кем не нужно. Бороться. Оставьте это слово, слово бороться. Раскрывать, скорректировать, направлять, принимать, любить, по сути, одно и то же. Вот, что нужно делать. Вот, как работают с зависимостью. Потому что бороться, с чем бороться, да, с кем бороться? С врагами. Что получается, что вы сами, сами, о, что вы сами себе враг, так быть не может. Если предположить, что вы сами себе враг, да, если вот просто, ну, просто представить, что вы сами себе враг, то в этом случае очень легко признать в себе какие-то аспекты, которых быть не должно. То есть, оприцать свою человеческую сущность. Ну, начать оприцать свою человеческую сущность. А это значит оприцать себя. А тут как раз, тут как раз, зависимость и дает о себе знать. Поэтому не попадайтесь, пожалуйста, в этот капкан. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Дурат помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.